Затрудняюсь, как правильно назвать этот танк, но пусть будет щегол, потому что это третья меркава, по сути, в камуфляже. Новый прем за Израиль 11.0. Если вас по каким-то причинам не устраивала меркава 2D для прокачки, то вот вам прем 7 ранга для прокачки. Давайте посмотрим, на что способна эта третья меркава перекрашенная, и попробуем, может быть, показать какие-то хорошие результаты, потому что я потыкал её броню и не понял, должна ли она жить и танковать. В общем, погнали в бою и выяснится. В теории должен быть довольно живучий танк. Иногда случается так, что устаёшь от танков и хочется поиграть во что-нибудь другое. Это отличная пора, чтобы закупиться игровыми новинками и различными предметами. А сделать это легко и выгодно вам поможет сервис Купикод. На Купикод вы можете пополнить баланс Steam с самой низкой комиссией на рынке. При этом всё безопасно и просто. Для пополнения нужен только ваш логин. Вы можете пополнить не только российские, но и казахстанские аккаунты. И Купикод это не просто сервис, но и целая экосистема. Вы на нём найдёте даже те игры, что недоступны в РФ в виде гифтов. А по моему промокоду комиссия на пополнение снижается на 2% и даёт скидку в 10% на покупку игр гифтом. Поспешите порадовать себя клёвыми играми вместе с сервисом Купикод. Меркавы вообще танки довольно специфичные и ни на что не похожие. Ну во многом, по крайней мере. Во-первых, они выглядят офигенно, как космолёты из каких-то игрушек. Там про танки, в которые мы играли там в детстве, которые обороняли там планету от пришельцев. Но вообще в целом это танк с такой среднебашенной компоновкой. Двигатель спереди, что необычно для ОБТ. У нас 20 лошадей на тонну, то есть Меркава, откровенно, не самый быстрый танк. Вообще она хорошо должна работать из-за каких-то там холмов. То есть она под специфичную местность рассчитана. И фиг его знает в городе, это хорошая ли идея на ней воевать. Есть крутющий панорамный прицел, есть теплак не самого лучшего качества, но тем не менее есть он. Ну и как-то вот больше особо и нечего сказать. А, снаряды крутые, очень крутые на 590 пробоя. Я считаю, ну, топовые снаряды, топового орудия. Вот. А при этом у Меркавы еще и перезарядка здесь вменяемая, 7,8 секунды, которая разгоняется... У меня экипажа нет. Но она разгоняется, в общем-то, там до 6. Если сильно захотеть. С копеечкой, вроде. Так, точку уже забирают. И вот в теории нам здесь должно быть самое оно ведь. На таких вот, как раз таки. Да, у нас прекрасно опускается орудие. Сам корпус, по сути, предполагает наличие вот... Меня справа напрягает, как будто кто-то есть. Дымов, главное, бесконечное практически количество. Что позволяет нам очень лихо подтанковывать. Не знаю, он тут встал, думая так, что он спрятался. Я считаю, что он не прав. Поэтому по башке. Что мне делать с Бегляйтом? Можно ли ему взорвать птух? Просто интересно. О, миллиарды пулеметов на Меркаве еще. Точно. Вот что из плюсов. Короче, как-то так. Ну и назад едет быстро. И вперед быстро. Наведение по вертикали и горизонтали не самое моментальное. Но, в общем-то, немедленное. Короче. Своеобразно. Как это играется. Будем смотреть дальше. Так, пока уже сделали фраг. Захватили зону. Стоит ли ехать туда? Я бы как будто бы... У нас вон точка Б. Вопали. Причем основная проблема. Вот у нас есть союзники. Им бы защитить точку Б. Тут ну просто нет никого. Никакого контроля карты. Мы ее сейчас потеряем. Еще и точку С можем потерять. Легко, потому что... Сейчас вот они поумирают все. Они точно практически гарантированно поумирают. Но давайте понадеемся на то, что они будут удерживать С. Да, нам придется ехать на Б. Потому что всем на нее оказалось наплевать. Может быть я тогда смогу что-то из этим сообразить. Но там их должно быть наверное уже целая толпа. Ну в городе более-менее уверенно едет. Знаете, несмотря на то, что тут 20 лошадей на тонну, благодаря более-менее шустрой скорости поворота и самое главное нормальному наведению, Орудие не чувствуется настолько топорно, как 72-ки какие-нибудь. Ну и главное скорость движения назад есть. Вот как-то общий комфорт из-за этого прям в миллион раз выше. Так, ну я не знаю. Мне кажется, я сейчас тут отъеду просто и все. Так. Мне бы разведочку. Меня вообще вот оттуда могут убить. Нет. Нет. Это что было вообще такое? Не понял прикола. Ага. Механик-водитель-радиатор. Очень интересно снаряды работают. Я, кстати, умру за это. Пипец. Я хотел выстрелить ему, он так ерзал, хотел вот сюда выстрелить, но решил, что пробью его. Я пробил, и все должно было быть нормально, но игра сказала, пошел нахер. И просто ты пробиваешь плотно скомпонованный маленький ОБТ, и у твоего снаряда просто ноль осколков. Просто ноль. То есть я забрал механик и водитель этого с собой, и все на этом. Максимально странно. Ну мои союзники. Дурачки решили просто по седьмой линии остаться там, размазаться. Я не знаю, что они делают. У них сейчас и точку С заберут, ее тоже никто не охраняет. Да, мои союзники зато на М22 играют локостах. Класс. Да. Ну, 30, конечно, с копейками километров в час. Да, ощущается. Не челленджево. Я, конечно, сам молодец с этим 292-м. Мог бы я его, конечно, убить, но... Но урон тоже поругаюсь, потому что, ну, вы видели это. Все-таки я, мне кажется, и выстрелил плохо, но и в такой ситуации хотелось бы видеть урон. Я пробил его просто в корпус. Снаряд прошел танк насквозь, и... Это... Никакого впечатления на него не возумело. А, это самолет. Ну, как будто бы здесь и танк какой-то есть. Да. Нет. Нет. Это очень странно. Они просто, ну, бросили точку А. Не понимаю, почему. Ну, собственно, что и требовалось доказать про моих союзников. Дураки, как всегда. Ну, ладно, не как всегда, но... А... А, мы с Советским Союзом и американцами. Ясно, вот почему. Никаких больше вопросов. Советский Союз и Америка, это, так сказать, в тандеме... Дне дна найти нельзя. Кстати, объясняю, почему. Потому что самое большое количество игр... Не потому, что у Советов или у американцев плохие танки самые. А просто потому, что у... Мне кажется, его убьют, да? Я бы не хотел съезжать с точки, но мне, наверное, придется ему попробовать спасти. Будет не лишним. Давай. Цепляй. Я его оттащу. Даже если он дурак, не стрелять ничего не умеет, то, возможно, хотя бы он просто станет для меня живым щитом. Уже достаточно. Если он отвлечет на себя внимание кого-нибудь и позволит мне дополнительный выстрел сделать. Короче, объясняю еще раз. Ага, вот эта Бэха тут стоит. Он ее убил. Ну, вот, видите. Больше всего игроков играет за американцев и Советский Союз. Уж тем более у нас в СНГ. Поэтому... Просто статистически здесь больше плохих игроков. Приходит гораздо больше игроков. Разных самых. Поэтому тебе попадаются чаще. Кто-то, кто играть не умеет. Типа, они такие... Первым делом, первым делом СССР. А уже потом начинают качать другие нации, когда поднабираются опыта. А здесь просто играет довольно много новичков. Финка. Нет, деривация. О! Видали, что произошло? Я горю и не могу потушиться. Это интересно, что мне сломали там спереди. Странная какая-то тема. Так, а что я с тобой сделать-то могу? Ничего я с тобой не могу сделать. Мы удерживаем точку А. Там, где я, там точки не падают. Но... Ну, 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 я играю с овощами. Давай ждать. 292 танкует как-то прям... Максимально плохо. Нам бы, наверное, и бакануть, что ли, на него вдвоем-то. Мы его из-за цистерны, может, и разведем. А? А мы его не разведем. Мы его не видим. Сзади просто сейчас приедут, а то прям... Что и требовалось доказать, короче. Командир, топливный бак. Ну, где я ошибся с выстрелом? Ну, что я не так сделал? Блин. Несмотря на то, что надымил, этого не хватило. Да ну что ты, я уже не успеваю просто здесь. Хотя Меркава опять же живет. Забавно, правда, недолго уже. Теперь это смерть. А, ну, когда-нибудь он нащупает точку, где меня можно убить. Но забавно, что этого еще не произошло. Куда он вообще стреляет? Я к нему стою мягкой кормой, а он... А он что? Не знаю, что он делает. По-моему, он хочет умереть от меня. Ха-ха-ха-ха-ха! Боже, что это? Да, во-первых, какая живучесть у Меркавы безумная. А во-вторых, вы посмотрите на... Ну, кто... Кому мы проигрываем? Ха-ха-ха-ха! Что вы такое? В какой пробирке инсектоидной вы выращены? Ну... Ну, это... Ну, это вообще забей. Ну, Меркава! Меркава! Вот это живучесть. Пипец! У них команды-то не осталось. Мы, по сути, бы выиграли. Будь у меня чуть больше времени, чтобы доехать, бэз захватить. Ой, боже. Поэтому, да. Может, Меркава не самая быстрая, но к ее орудию и к ее живучести зачастую претензий мало. Понятно, что ее тоже ваншотнуть можно, но... В этой игре все можно ваншотнуть. Ай. Да-да-да. Авиация по мне тут отрабатывает. Я вон даже... Я танкую, вот что? Что я танкую, боже мой? Они приехали вообще... Ну, они проиграли бы. Вот было бы мне чуть больше времени захватить бэ, они приехали нам респаунд давить. И вообще бессмысленное абсолютно действие, чтобы проиграть им самое оно было бы. Я просто не успеваю. Ну и плюс меня драконит какой-то, то ли вертолет, то ли дрон. Я опять, кстати, не умер. Боже мой, что творит эта Меркава? Понятно, что прокачивать и фармить она будет. Вопросов ноль. 700 с лишним награды. В исследовании из-за того, что у меня тест-драйв, то у меня здесь неправильно отображается. Я думаю, тут где-то процентов 600 к награде будет. Так что да. Но это опять же от карты будет еще зависеть. Там, где много надо ехать куда-то. Не факт, что Меркава будет хороша. Но знаете, на ней нет проблемы играть на полях полей просто за счет того, что она в принципе предназначена для того, чтобы играть из холмов. И казалось бы, несмотря на то, что у Меркавы вот ее в ангаре можно потыкать, да? Снарядами всякими разными. Она вся вроде как пробивается. Ну вот вы видите, как она пробивается, да? А урон ей не наносится. Ну, скажем так. В этой игре урон веселый. Блин, какая же она сасная! Ну я не знаю почему, но вот все эти Меркавы... Первая, конечно, такая. Не особо красивая, а вот остальные уже гораздо красивее. Просто за счет того, что у них очень много внешних элементов становится, и они так прям это... У них еще башня с каждым разом в размере увеличивается. Ну да. Сравнить нашу подвижность с каким-нибудь вон Леопардом. Ну вы поняли. Но они-то за нас в этот раз. Против нас. А. 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 Немцы-советы. Я что-то это... Смотрю Леопард 2. Но это Кристиан, шведский. А я уже все. Я подумал, мы с немцами играем, потом смотрю против нас немцы. И у меня случился это. Ступор мозговины. В этот момент резкий. Прям внезапный. Ну, попробуем что-нибудь навоевать тут. А ехать предлагаю прямо в центр, потому что, ну, почему бы и нет. Боекомплект у нас в одном месте. Все равно находится, поэтому можно брать больше там снарядов. Для того, чтобы вести долгий бой. Ну, мне кажется, мне просто повезло в том бою, что меня не убил этот... Я не знаю, кто. Что-то типа советский танк какой-то был. Или мне показалось. Но мне кажется, все-таки советский танк. Ну, во-первых, стоит отдать должное тому, что... 42-е снаряды советские, это просто лютое говно сейчас в плане урона. Они максимально рандомные. Хуже, наверное, только снаряды хаслов. Ну и да. Стрельба в дымы, видите? Не подъехал в упор, чтобы наверняка меня убить. И... Не мог попасть. О! Понятно. У сервера произошло резкое телепание. С этим надо поаккуратней. А то... Выяснится в следующий раз, что мы микрокодим бананом. Кто-то на этом ездит. Ого. КФ-41. Ее же, по-моему... Ну, не только ее, в смысле, спайки апнули. Поэтому, наверное, на ней сейчас и играют. Кто же его знает. Ну да. Ну, благо, мы, опять же, против Советского Союза. Понятно, что у них могут быть лампомпарды. Помимо советских танков. Вот это... Вот это тайминги. Вот это ваншот ему залетел. Хех. Прям максимально неожиданно. Блин, там проехал кто-то еще, и я не успел. Да, Меркава, конечно, из-за таких форм максимально неудобный противник. Когда она за холмом. Мне кажется, ЗТЗ-ха сейчас просто выхватит очень жестко. Ну, потому что это нагло с ее стороны. Ну вот, сразу же. На удивление, там ЦВ-шка жива. Но учитывая, что ей приходится крутиться во все стороны... Справа наши поддавливают. Мое дело тогда слева, гляну, что происходит. Сейчас он КФ-ка тут поедет. Они его убить не могут, что ли? Убили вроде. Стоит ли мне поддавливать туда? Можно, интересно, ради. Сыграть поагрессивнее. Как всегда, выхватить леща, сказать, что агрессивно играть не стоит. А, так у нас и точка сета, в общем-то... Не вот уж прям. Испытывает овации. А, вообще никому неинтересно оказалось на этот раз. Окей. Ну, надо что-то с Бэбой делать. Там вроде едут союзники. Не вижу смысла в этом случае бросать какой-то свой настрел. Чтобы что, как бы. Я, наоборот, лучше займу, попробую здесь позицию. Пока дают. Может, конечно, не дают. Я сам беру. Да, союзники там умирают. Наверняка они хотят подъехать. Всё, дальше ехать, наверное, прям уже очень опасно. Но мне как бы и не нужно. Следить надо больше с правой стороны. Вот там, наверное. С большей вероятностью будут враги. Хотя, кто его знает. Они справа уже и далеко, на самом-то деле. Как бы... Где? Опа. В ангар. На своей Т-72Б. А вот ни брони, ни скорости. Удачи, 72. Эх, это была ошибка. Большая ошибка. Не хватает немножечко углов из-за вот такого холма. Но в целом довольно комфортно. Главное, что можно легко позицию получше занять. Танк нормально поворачивается. Едет. Погнали. Наглость второй части, да? Не знаю, кто там стреляет. Ну, если зенитка какая-то. Зуры свои. Проедем-ка поближе. Ну, зуров много. Ага. Все, понял. Ну, я ничего не понял. Он вон выглядит как кусок. А я не могу стрелять. У меня наводчик вроде пересел, но... Отказался отрабатывать. Давай-ка в ангар. Наводчик-двигатель. Не, не в ангар. Опять я его просто насквозь пробил, но этого мало оказалось. Давай вот так сделаем. Дымы у Меркавы быстрые. Тоже приятно. И еще один дополнительный долгий. Это вообще супер. Одни откидываются быстро. Другой долетает, потом и продлевает. То есть у нее дымы еще не 20 секунд длятся, а там 23. Это комфортно. Опять же, пережили попадание с небольшими повреждениями. Вон там какая-то хрень ездит. Мне кажется, это не то... Вон-вон-вон-вон-вон-вон, но все еще. А-а-а, дерьмовация. Дерьмовация! Вангар! Она с строем вышла. Или вышла из строя. У них еще полкоманды, но... Но у них, походу, полкоманды на зенитках сидит или... Или чего? Непонятно. Сейчас, конечно, я уже глупость делаю. То, что еду прямо на базу. Но, с другой стороны, наши очень хорошо распределились по карте. Как-то прям не стыдно за них, что ли. Куда едем? Так у меня есть... Браунинг. Может, я браунингом его? Ага, конечно. Да, у них полкоманды на зенитках просто сидит. Тоже мне. Так, вот это вот надо сломать, все эти деревья, чтобы не мешали. Но оцелота я не увижу. Есть просто шанс поехать за оцелотом и нарваться все-таки на танк на какой-нибудь. Кстати говоря... А, ты кто? Колесник какой-то. Он сейчас пересадит, да? Так а он бортом стоит. Вот его-то я и могу расстрелять, наверное. Не знаю, где его искать. То ли он ниже, то ли он ниже. Блин. Они меня еще и слева, да, нахлобучили. Во, видите, еще один дым поздний. Закидывается. Ну, 40 секунд, конечно, это другое. Блин, он не умер опять. Не повезло. Передо мной танк. Сюда тоже откинусь. Какая надежная дымовая завеса. И как много дымов. Супер комфорт. Блин, а вот за это меня сейчас все-таки убьют. Нагловато. Еще одни дымы дам. На всякий. Еще они немножко отвлекают врага. Не дают ему понять, откуда летит дым. Потому что, видите, одни по бокам идут, одни в лобешник заходят. Где танк? Где-то здесь, но я из дымов никак выйти не могу. А-а-а, 600 пробития не хватило, чтобы его в лобешник взять. Ну, с моей перезарядкой, конечно, мне ничего не светит. У меня сейчас КД очень долгое. Так, вслепую. Он хотел тут мне не дать. Его, видимо, уничтожить. Мы... Да-да-да. Смотрите, поехали поджимать респауны и просто взяли и просрали все точки. И А, и С. Ну, вроде вот с Б едет товарищ вот этот вот захватывать. Кто его убил? А колесник от этого доели? Ну, тут как бы нельзя было выжить, наверное, нет? Леопард-то почему умер? Значит, его с базы сняли. Нет. Ты шутишь, что ли? Где? Кто стреляет? Опять у меня только башня. Меркаву убить, это, конечно, невозможно. Хе. Экипаж низко посажен, как видите. Часть. И как раз-таки, стреляя наотмашь, очень сложно этот экипаж выбить. А через корпус тоже не залетает. Поэтому у меня башня отваливается постоянно, а я жив по итогу. Да, реально, это до сих пор живой товарищ какой-то. То ли колесный, то ли кто? У меня курнас готовый к вылету с мавриками, с волаями. Я все никак юзнуть его не могу. Да ты шутишь, что ли? Что с моим снарядом случилось? Нормально так. Колесник маской тонканул. С 30-ти миллиметровой броней. Хе. Да, двигатель. Сойдет. Его бы нащупать. Не понимаю, где он. Опа. Хотелось бы видеть его, конечно, нормально. Но для этого, как видите, оп. Можно вот так сделать и в ангар. Шестой. Ну опять. Какая бы карта ни встретилась, Меркава, в общем-то, доказывает, что комфортная штука. Эх, сбить бы тебя, дружок. Да уже некогда. Три помощи, шесть фрагов. Очень даже комфортно. Очень комфортная. По-моему, мы на ней так ни разу и не погибли на Меркаве. Что неплохо. Пойдем в следующий бой. Может погибнем? И возьмем этого. Все-таки Курнаса уже. В кои-то веки. Хотя не то, чтобы я прям стремлюсь. А здесь можно отыграть от центра. Довольно неожиданная позиция. Можно, конечно, выхватить лещей. Ну, когда я лещей не выхватываю? В чем смысл? Проехать по Д-линии. Вот досюда. Или вот досюда. Отсюда пострелять по проезду. На вот эту нефтебазу. А потом, может быть, если там все будет спокойно, наоборот, поджаться уже под центр. И отстреливать здесь респаун и город. Очень выгодная позиция. Просто настолько же и опасная. Насколько и выгодная. Потому что и слева, и справа, и везде враги. Надо очень аккуратно продвигаться. Бэхи, конечно, вообще ничего не боятся, да? Ну, вот смотрите, вторые БМП, не сказать, что как-то сильно быстрее нас едут. Бесполезная эта история. Конечно, на БЭхах. Мы еще в топе играем на 11-0 почему-то. Ну, достаточно к 10-3 попадаем и к 10-0, судя по всему, постоянно. Я просто удивлен, что, ну, так часто. Пока занимаем вот эту вот позицию. Вон они там проезжают. Я был бы рад, конечно, кого-нибудь из них треснуть. Но он вот один пролетел и... Не знаю, полетит он. Ну, он дальше ушел, все. Этот готов, как говорится. А дальше-то че? Ну, можно наглеть, если тут уж 7 из 2 подъехали. Почему у меня стаб отключен опять? Не понял. А шо он там делает? Ну, и, конечно же, в эту же секунду выехал еще один танк. Ну, тут я, конечно, да. А его вообще не было видно, того товарища, который вот здесь вот за нефтебазой-то встал. Я думал, один был, проехал и все. Ну, видимо, у меня проблемы с глазами. В смысле, я знаю, что у меня проблемы с глазами и с концентрацией внимания, но... Больше, чем я надеялся. Так, город мы вообще весь отдаем. Давай-ка вот сюда артиллерию кинем. А вот она нам что-нибудь разведает. И проезжать дальше опасно, потому что слева у них контроль. Вполне себе плотненький. На текущий момент. Ну, умер Кава даже в этом случае, когда ее на центр дороги выставил, потанковала. Открытая со всех сторон. Так, деривация уже выхватывает лещей. Он захочет ее доедать? Кто он? Где он? Все, он умер. Это был неизвестно кто, потому что там килллок... Полница... Так сказать, всяким разным. Он все еще стоит, ждет там? О, смотри. И этот любитель посидеть тут. Нет, это был не он, мне кажется. Там был где-то вот в скалах спрятанный танк. Плюс вот там танк. С ума сойти. А я увидел только одного. Это что было? Это вот он же по мне попытался выстрелить? Вот этот товарищ, который только что за это же и выгреб. Вот он стоял. Шок-контент. Вот, значит, пострадал за ТЗ. Мне вообще не нравится идея ехать в центр города там. Там, мне кажется, кроме смерти нас ничего не ждет, но... Но не знаю. Какой же сасный прицел? Ущегла? Ты кто? Так, понял. Ошибка. Была допущена ошибка. Отъедем назад. Какой... А, леопард. О, его не... Он до сих пор там стоял. Его никто не снял с пробега-то. С ума сойти. Так, у нас что-то около точки Б прям все очень плохо. Я бы пока... Не вылезал, да? Давайте посмотрим, куда он поедет, этот товарищ. Я прям... Очень плохо выстрелил, конечно. Вот здесь вот его можно все еще подождать. Я думаю, что у него нет особо желания. У него есть желание здесь, что ли, зайти? М-м-м... За домами вон там вон происходит стрельня. Ладно. Придется заходить. Ну-у, Type 16. Это, наверное, в объезде где-то. Вряд ли в городе. Поэтому нам надо тогда... Таки... Сюда. Передо мной. Понятно. Короче, все понятно. У нас и слева, и справа, и спереди. И весь город проигран. И все проиграно. Ну и тут как бы... Надо себе сказать спасибо. За то, что полез и не стал ждать. Вот видите? Не знаешь, зачем едешь вперед и умираешь. Пойдем в следующий бой. Так, опять городская карта. На удивление. Для Меркавы тоже неплохо. Пойдем искать себе место. Тем более, что это режим сражения. Тут вообще никуда спешить не надо. Ну, посмотрим, что можно придумать. Мы попали... Да, опять миллион премов. Короче, премы, введенные на 11.0.11.3, теперь будут постоянно играть с 10.0.10.3. Потому что... Засрано вообще все этими топовыми премами. Так сказать, люди играют в основном на них, как вы видите. Прем. Прем. Полковая техника. И он еще прем. И я прем. Все качаются. Ну, и самое главное, в принципе, что плохого? Когда можно сразу поиграть на... Технике, к которой ты вообще по итогу впридешь. Хотя у Израиля есть Меркава четвертая. Все-таки поинтереснее трешки. Давай-ка я тут вылезу. Его убил, нет? Нет. Так. Стрельнул для страстки, да? Понятия не имею. Куда-то навешать надо. Наши их прям поджали, да? И слева, и справа. Они толпищи где-то у себя. О, понятно. Вот это у них там лежбище. Очень интересно. Мы распределились. В кавычках. Ну, поехали. Я думаю, что для них это не очень хорошо. Хотя они так могут зайти, кстати, на точку А. Но у них полкоманды уже просто умерло. И вышло в ангар. Просто одноресповые. Ну, это типа турбо-победа. Мы их победили за две минуты боя. Забавно. У меня, кстати, сзади танк должен быть там. Я хочу на всякий случай приехать в точку А. Защитить. Мало ли кто-нибудь из них решит оттуда проехать. Ну, я сильно сомневаюсь. Я даже... Я не буду гнаться этими фрагами. Я за ними не успею. Я говорю, все. Их уже... Нет команды. Две минуты. Это какой-то... Если и не рекорд, то прям близко. Ну, да. Я правильно ехал, но я тоже не успел. И тут сожрали. Я говорю, бесполезно. То есть тут... У меня команда киберспортсменов. У них просто овощи макроэкономического масштаба. Вот куда он едет? Вообще непонятно. Давай щегол. Защеглим его. Казенник. С горящей боеукладкой куда-то уезжает. Ну, вот и все. Прикольно. Три минуты от боя. У них вся команда вышла из боя. Потому что у них один респ у каждого. Никто играть не захотел в эту игру. Забавно. Самый странный бой за последнее время, который я только играл. Даже обидно как-то. Что он вот настолько, ну... Никакущий, что ли. Ладно, пойдем в следующий бой. В этом делать, честно говоря, как будто нечего. А, ну слушайте, там вот нашего убили. Ну-ка пойдем поищем его. Или его сзади сейчас уже бахнут. Ну, его сзади убили. Ну все, вот этот бой просто пока мы точку будем захватывать, будет длиться. А в нем делать нечего абсолютно. Пойдем дальше. Слушайте, ну это просто праздник какой-то. Опять переправа через Рейн. Не знаю, кому молиться надо, чтобы так попадать, как я сегодня. Но такие дни бывают... Раз в год, судя по всему. Хотя у меня даже не день рождения, чтобы мне так везло. А, мы попали в самый низ списка. Вон Леопард 2.6. Но мне хорошо видеть Леопарда среди нас. Ча против Советского Союза. Ща будет избиение младенцев. Наверное. Бам по башке. А этот проехал. А, стоит, подсматривает. Пф, ясно. Хорош в ангар. Ну вот. Их там уже четверо, что ли, вышло в ангар. Ну, трое, точно. Может, он уже успел взять заново технику. Блин, боюсь я здесь вылезать все-таки. Ммм, вот поэтому и боюсь. Как же они лопаются, как шарики воздушные. У них К-50 было, а у нас был Флорократ. Флорократ. Опа. Да и Меркаве наплевать. Да, его ваншотнуло просто. Так, давайте ее починим. Подсобим маленько. А че я не помогаю? Сранная какая-то тема. Меня слева волнует больше ситуация. Но, я так понимаю, они игнорируют наличие. Врагов на точке Б. Проскочить бы. Капец, сплошные трупы просто. Все-таки здесь есть. Что здесь делал Беттер? Блин, он умер. Ну, я не знаю, че сказать. Но это разнос. Опять, две минуты боя. И все. И конец. Так, где тут танк? Где-то здесь есть танк. Ага, вот он. Казенник. Ну и дальше в ангар. Ну, то есть, вот, крыша говенная. Куда я попал? Ладно, он без казенника, в принципе, сделать ничего не сделает. Мне бы только увидеть бы. Вот он, собственно, в ангар. Ну и... И я опять не успеваю, да, никуда? Может, кто здесь будет выезжать? Блин. Будет. Я аж поперхнулся из-за того, что мне дом помешал. Какого черта? Да, почему он задирает? Почему он ствол задирает? Ну... Они там остались зажаты. Их вон сзади обходят и убьют. И все. И все. Нет, Советский Союз на топах против солянки. Сильнейших. Нет. Нет. Тем более, там же не у всех БВМ-ки. Даже будь у всех БВМ-ки, было бы, ну... Конкурентно. А так, это просто избиение какое-то. Блэк Найт, вон там, крошит просто восьмидесяток. Основная проблема, что, реально, у Союза нет сетапа под БВМ-ку такого же крутого. Было бы три БВМ-ки, не было бы вопросов. Но у них БВМ-ка только одна. А все остальное... Это всякая херня. Повезло, кстати, Бэхе, она меня шотнула. А, это что, фугасная ракета с пожаром бы камни залетела? Очень интересно. Ну, ладно, возьмем Курнаса. В принципе, мы уж победили. Ну, так, просто прикол ради. Че нет? Мне нужно Маврик, наверное, взять. Да я никого не увижу, наверное, да? Банально. Кого искать-то? У них двое осталось в команде. Или вот это танк? Да, вот это танк. И давай я... Еще раз. И еще раз. И еще раз. И еще раз. И еще раз. У меня еще бомбы вроде были. Ну, да и пофиг. Короче, Маврики куда-то там летят. Делаем БР. Попадание. Уничтожение. Маврики такие медленные, что я их просто обогнал. Господи, Курнас. Как ты хорош. Я просто только что разбомбил всю вражескую команду. М-м-м-м. А, вкусно. Очень вкусно. Да, я не знаю, где их искать, откровенно. Вообще без шансов, я думаю. Надо дальше отлетать. Ну, Фантом быстро летит. По крайней мере, конкретно этот. У меня такие ощущения, что я сейчас могу откинуться. У меня потеря управления еще. Я не ЛТЦ, ничего дать не могу. Что бы это ни было, короче, такое. Просто бесконечная потеря управления. А что с этим Фантомом не так? Это что за Фантом такой на 11.0? Почему он такой нереально быстрый? Я что-то... Я давненько на Фантоме не летал. Он и... Ты посмотри. У него предкрылки есть. И он поэтому... Это что, имба? А, это был самолет все это время. Вот что, я и думаю. Че меня с земли так может лочить постоянно? Ну ладно, меня все абсолютно устраивает. Я, честно говоря, больше вопрошаю нифига себе Фантом. И маневрирует. И невероятные подвесы. Ну, Израилю, так сказать, подкрутили. Чтоб была у них хорошая машина для штурмовки. Хотите по нему видос? Дайте об этом знать. Ведь у него две управляемых ТВ-бомбы и ракеты эти. О, боже мой, с ума сойти. Что сказать по поводу меркавы вот этой вот, премиумной? Хорошая техника. Играет в хороших командах. Сама по себе комфортная, в общем-то. Единственный момент, ну, типа, если вы купили эту меркаву, считай, вам не нужно уже качать ничего. Потому что вы уже поиграли на всех меркавах. И все, как бы. У Израиля просто качать нечего. Ну, если только вы не хотите каждую меркаву пощупать. Ну, честно говоря, я в этом какого-то прям большого смысла не вижу. Можно брать вполне. Можно и меркаву 2, наверное, брать. И эту меркаву брать. Это тоже хорошо. Даже не знаю, что еще добавить. На этом все, что ли, на сегодня. Увидимся в следующем видео завтра. Пока-пока. Пока-пока.